спасибо обычно тут следует вопроса лично давайте с первого ряда что допустим пилотом некоторых военных организаций сдают испытания таблетки которые расширяются с возможностями например там не спать там неделю чуть ли так далее то есть такие насколько знаю наркотические вещества которые позволяют ощущать нам волны тогда насколько это правдоподобно на мой взгляд это звучит неправдоподобно поскольку наших сенсоров есть совершенно физические характеристики которые измеримы мы знаем на какую длину волны реагирует наша сетчатка мы знаем каким молекулярным сигналом есть противосигналы у нас в носу и как бы дополнять это чем-то довольно сложно чисто физически то есть но понятно что возможно прокачивая мозг мы можем выделять из поступающих сигналов чуть больше чем обычно но вряд ли это на самом деле так уж существенно это может существенно быть для нашего личного восприятия но с точки зрения того насколько реально мы воспринимаем мир это как бы увеличение с одной сотой процента там до полутора тысячных как он заставляет человека забыть о том что над ним уже проводили эксперимент то есть я так поняла что те люди которые забывали это у них есть какие-то но патологии с физиологическими проявлениями там на уровне нервов которые заставлено не позволяют им запомнить а гипноз как работает я не то чтобы очень много знаю о гипнозе к сожалению в данном эксперименте он явно работает на высшем уровне то есть он просто меняет он заставляет личность думать о себе немного иначе никаких физиологических изменений при этом не наблюдается но для мозга то на самом деле сложно разделить эти уровни это довольно условное деление и это чисто человеческое деление думаю даже некорректно будет какой-то феномен относить строго к одному из уровней тут одна иллюстрация я знаю и примеры когда гипноз действует более физиологически то есть когда на какие-то физические чувства он влияет или когда заставляет не видеть чего-то причем так что зрительная кара не активируется ну то есть ну это же все происходит внутри мозга и внутри мозга мозг может управлять сам собой в довольно широких пределах намного более широких чем мы сознательно можем это делать мозг захотел отключить какой-то сигнал он его может отключить это мы не можем в мозге мозг знает да да пожалуйста нет да это на самом деле возникло из того самого эксперимента ботвинника это придумали позже по мотивам это его ее лечит точно так же это сейчас считается о том что у мозга сохранилась ошибочная модель своего тела ее надо исправить просто причем это ошибочная модель описаны совершенно жуткие случаи когда у него не просто сохраняется модель тела она ведь не подтверждается поэтому он начинает как при сенсорной депривации всячески видоизменять ее эта рука например может потерять там предплечье и прирасти к какому-то там к животу например и в этом случае нужна очень сложная система зеркала чтобы доказать мозгу это все было в материале коллекции на совершенно не вмещается в нее к сожалению это все в общем о том что до модель тела это не само тело такой известный как минимум несколько случаев детей которые были воспитаны животными мы так называемые дети мауле они все про них про всех известно что у них не сформировался язык потому что для формирования языка нужны носители языка и после трех лет после трех лет это сформировался после трех лет это способа заключается и часть больше не можете учить язык проводились ли какие-то опыты которые бы доказывали что у них есть сознание или нет сознания ведь у животных нет сознания значит если бы у некоторых животных я считаю все экспериментальные проверки существования сознания довольно условными как бы самым популярным является так называемый руж тест руж от слова красный это когда животному макают лапу в красную краску и наносят ему эту краску на лоб а потом показывает его ему себя в зеркале если она ассоциирует себя именно вот с тем существом у которого красная краска на лбу хотя она и никогда не видела она как бы сознательно я не очень не узнает себя она начинает там смотреть в зеркале те места которые мы не видны и стереть эту краску и так далее его проходят приматы его проходят некие высшие микропитающие даже некоторые птицы я не знаю насчет детей маугли и если честно мне этот тест кажется довольно притянутым именно к вопросу сознания о том как я его описывал как его описывает метцингер это не совсем руж тест да как бы ну все-таки сознание как таковое сейчас практически не исследуется исследуется разнообразные его побочные феномены насколько я вижу поэтому вряд ли проводилась непосредственно на детях маугли непосредственно какие-то прямые тесты но я думаю что у них вполне могло зародиться сознание если они воспитывались животными с достаточно сложной социальной коммуникации достаточно высокоорганизованными и прочее да я думаю мы ничего не знаем о муравьях вообще не можем себе представить да хорошо объясняет как работает сознание зачем почему она воспринимаем какая гипотеза тебе больше нравится почему я субъективно ощущаю себя сознающим зачем это почему просто не могу не модель моем мозгу работают нейроны зачем момент субъективного восприятия классный вопрос реально я бы еще реакцию об этом прочел то есть как каковы ну есть некоторые представления об эволюционных мотивах возникновения сознания есть версия что это просто поботь ну это феномен как бы это побочный эффект это так как круги на воде от камня они не имеют отношения ко мне на самом деле и это довольно сильная версия на самом деле что вполне возможно это и не нужно но есть и другие соображения есть соображения что все таки если ну что таким сознанием например обладают собственно все остальные животные а мы смогли вырваться вперед именно потому что мы можем сознательно менять эту модель именно осознавая и осознавая ее как модель ловя себя на акте сознания ловя себя на акте познания, причем, судя по всему, это возможно именно потому, что она у нас довольно свежая. То есть все более глубокие модели, они у нас постепенно становятся, можно их наглядно продемонстрировать, как чем более старше модель в мозге, тем она более прозрачна для мозга, тем сложнее на нее воздействовать, тем сложнее ее менять. — Тогда сознательная деятельность работы на уборках, как самого свежего слова в нашем мозге? — Ну, очевидно, да, без него не получилось бы. — Я знаю, что на самом деле мозг не настолько прямолинейно развивался, и, скажем, птицы почти наверняка обладают сознанием, не обладая неокортексом, просто потому, что у них есть другие механизмы, например, пожизненный нейрогенез. У них очень быстро перестраиваются связи, у нас, точнее, у них очень быстро перестраиваются связи за счет того, что там просто появляются новые нейроны. У нас не появляются новые нейроны, но у нас есть очень быстро перестраивающийся нейрокортекс. Это как бы такая конвергенция, которая выполняет одни и те же функции. о муравьях я просто молчу. То есть они поможут сами, являются нейронами. — Да? — Да. — Следующий вопрос. — Если у нас самосознание формируется при помощи контакта с другими личностями, которые уже тоже как-то самосознаны, таки важно из этого следует, что, во-первых, начиная вот с того самого первого момента, когда как-то стали самоосознаваться, то сейчас мы этот процесс уже поцелили гораздо быстрее. Потому что родившийся новый мозг контактирует с мозгами, которые уже гораздо лучше самоосознанно, чем это было сильно давно. И точно так же, например, ребенок, если он контактирует там, не знаю, только с мамой, условно говоря, это в принципе, ну, если сделать поправку на его там и врожденные способности, должно происходить медленнее, чем у ребенка, у которого там есть несколько взрослых, с которыми он постоянно контактирует. Есть ли какие-то вот по этому, ну, данные, потому что если и, ну, более того, если это так, то это очень утипистично, потому что это означает, что с каждым поколением мы должны все лучше и лучше самоосознаваться. Потому что если так, как бы, некое self-rolling system с большим количеством мозгов, которые еще пополняются, то каждый новый мозг должен получать все от предыдущих и развиваться дальше. То есть, может быть, мы знаем, возможно, что мы, как бы, самоосознаемся быстрее и лучше, и полнее, чем сто лет назад, и, возможно, когда, например, люди через 500 лет уже не будут ловиться на этот трюк про искусственную руку, потому что не только всем принимают этот эксперимент, потому что наше сознание на уровне, и должно улучшаться. То есть, есть ли какие-то, ну, по этому поводу исследования? Ну, кстати, знание об этом эксперименте не помогает. Это как раз тот уровень, где мы не можем переубедить себя. Да, и я не совсем понимаю, что, значит, лучше самоосознаваться. То есть, мне кажется, это вот там книжка, есть буддистская какая-то, это к ним, наверное, но я вполне предполагаю, что наши личности могут усложняться в целом с течением истории. И что возможно, там, ускорение прогресса имеет одно из причинами на это. Мы не можем проверить, насколько сложны были личности в прошлом, судя по всему. Ну, как бы. И сейчас даже поставить, как бы, сравнительный эксперимент, наверное, довольно сложно, потому что и одна мама может быть очень богатой личностью, и дать своему ребенку достаточно много. Я не знаю прямых экспериментов, естественно, и не думал, что на людях их разрешено ставить в подобном виде. Но мне кажется это правдоподобным, что да, имея больше материала, мы можем конструировать себя более сложно. Попробовать точно стоит. — Прошу прощения, я просто хочу от маленькой истории. Просто я говорю сразу, это я когда-то пропал на простоах интернета, просто не присылался в то же всем этом сознании, и ходит такая легенда, это легенда, что времена Асланской империи провели эксперимент, взяли отобрали несколько детей и посадили их в комнату, абсолютно лишив общения с людьми. За ними ухаживали абсолютно немые няньки, которые не вели с ними общения, они просто приносили им еду, как бы говоря, за ними убирали и сразу выходили. И что по итогу, у этих детей не сформировался ни вечевой аппарат, ни какой, и что они там в течение 9 лет буквально они просто умерли, хотя их не организм был, потому что в них не сформировалось вообще никакое сознание. То есть они, как бы говоря, убежали, пускали под себя слюни, и вот, то есть им не давали ни грушек, ничего, то есть они просто были в замкнутом помещении, просто кормили, просто сдавали там эти свои. Вот, и просто такой вот феномен того, что быстро развития сознания, то есть, что вот обратно эксперименту, но это на уровне легенды, что жалко. Это скорее к подкреплению тезиса о том, что сознание не может сформироваться без контакта с другими сознаниями. Сформировались на уровне животного среда, они приспособились к среде, и у вас следа, и да, но в общем-то. Вообще-то не произошло ничего. Развиваются хуже, начинают говорить позднее, некоторые начинают говорить вообще, хотя те, кого снабжают, начинают говорить. Хотя, тем не менее, вот я читала недавно про мальчика, который провел всю жизнь в отделении для полных ближайших больных, где кроме него говорил один год, и при этом у него полночных странах. Ну, вот во всем этом построении мне очень нравится то, что сознание таким образом не является свойством организма, оно является свойством вида. И, ну, может, не вида, потому что, наверное, возможны сознания в других видах, но, по крайней мере, да, свойством коллектива сознаний. Не может существовать, не может возникнуть само по себе. Ну, что ты говоришь, это, по сути, все тоже советская философия. Не, ты говоришь, что сознание — это только общественные отношения, это хорошо, это нормально, это материализм. Мне интересно, скажем так, как на это смотрит современная западная философия. Вроде бы, как со всем материалистом быть не модно, скажем так, кого читать, кого цитировать, чтобы был учитывать, я материалист. Я не могу, как бы, сходу посоветовать никого, кроме, собственно, Томаса Метцингера, потому что остальных надо читать, на мой взгляд, после него, хоть он и сложнее. И, может быть, тебя утешит то, что Томас Метцингер по образованию, я не знаю, как это, но у него написано «прикладной философ». В дипломе написано, я видел скан, applied philosophy. И он называет себя философом, он подчеркивает то, что он философ, он выдвигает, в первую очередь, философскую концепцию, просто подкрепляя ее тем, что он подчеркнул из общения с нейрофизиологами, психологами, социологами и прочим. Этим он, в общем-то, мне и интересен. Есть много других научно-популярных, не очень популярных книг о сознании, есть статьи, которые… Но они все сейчас, на мой взгляд, ложатся именно в концепцию Метцингера, поэтому с ней нужно ознакомиться первее. Одна книга Метцингера недавно переведена на русский язык, правда, несколько любительская, но если это облегчить, называется «Эго-туннель», «Туннель-эго». предыдущая «Be-no-one», «Быть никем», более основательно, но еще не переведена. Да, повтори. Там был еще вопрос. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ